Всем добро времени суток! Добро пожаловать в мой канал! Сегодня я записываю многими любимый ролик, болтаем и собираемся вместе со мной. Погодка в Краснодаре у нас просто чудесная, ощущение будто не март, а май, и от этого моя душа просто поет. Сейчас, собираясь на прогулку, подумала я, что, наверное, отличная возможность есть у меня записать для вас макияж, который также подойдет для выхода в свет, в люди или, быть может, для корпоратива, который у меня, кстати говоря, уже прошел. Прошел вот буквально вчера, но не суть, давайте начинать. Я, собственно, надену вот это вот свое любимое платьишко-халат, вот такого вот потрясающего мятно-бирюзового цвета. В общем-то, к этому платьишку мне хочется сделать какой-то яркий, насыщенный весенний макияж, чтобы вот прям загляденье было. Надеюсь, что у меня это получится. Как всегда, свой макияж я начну с двух средств. Во-первых, конечно же, увлажним нашу кожу, для этого я буду использовать вот эту вот эмульсию от Clinique. Как видите, у меня уже более половины использовано, и мне эта, конечно, эмульсия прям нравится. На лето, на весну это просто отличный вариант, поскольку она очень быстро впитывается, при этом отлично работает в качестве основы такой под макияж, то есть поверх наносятся любые продукты просто отлично. И, конечно же, на губки, как обычно, нанесу бальзам для губ, а точнее помаду от LibreDerm iVid. У меня новенькая, и так приятно всегда вскрывать упаковку и пользоваться чем-то новым. Кайф! Так, ну и пока будет впитываться наша эмульсия, мы с вами немножечко преобразимся, точнее преобразим наши глазки. Мне, если честно, очень сильно понравилось изменять цвет глаз при помощи линз. Если вы помните, где-то, наверное, полгода назад я заказала себе голубые линзы, и выглядели они, конечно, просто нереально, особенно тогда у меня еще был цвет волос светлый, такой прям арктический блонд. Собственно, что я вам рассказываю, все это видели в моих видео, и смотрелось это просто здорово. Но все, естественно, линзы имеют срок годности, они у меня уже давно пришли в негодность, и вы меня дальненько уже не видели с другим цветом глаз, поэтому я заказала себе новую. На этот раз я заказала с интернет-магазина B&B Shop. В общем, вот такой цвет линз. Красивый, насыщенный такой синий. Обязательно дезинфицируем ручки при помощи антисептического геля, или просто их хорошенечко моем, и затем при помощи вот такого вот пинцетика берем линзочку, аккуратненько. У кого-то есть специальное приспособление для того, чтобы одевать линзу, мне же удобно просто при помощи пальчика. Брать линзу и аккуратненько надевать. Ну, линзочка оделась прям хорошо. Вау! Она, оказывается, увеличивающая. Слушайте, я выгляжу как пират. Так, ладно, давайте продолжать. Я хочу сначала сделать макияж глаз, а затем уже приступить к оформлению лица. Поэтому я сейчас на веко нанесу вот такую вот базу под тени от Lumine. На все веко буду ее наносить. Она прозрачная, особо не перекрывает какие-то покраснения, сосудики капиллярные на веки, но она отлично выравнивает кожу и подготавливает ее, веко точнее, к нанесению макияжа. Я сейчас использую пудру от P.Z. Она мне тут раскололась. Бедолага, я ее поэтому очень аккуратненько тут стараюсь хранить. В общем, буквально слегка проходимся по всему веку, чтобы впоследствии было удобнее растушевывать оттенки, чтобы это было гораздо проще. Мне очень нравится сочетание бирюзового, мятного с бордовым, винным оттенком, может быть фиолетовым. И в этом макияже мне тоже очень-очень-очень хочется использовать подобное. Для этого я возьму свою палеточку от Too Faced. Возьмем какую-нибудь кисть попушистей, например, вот такую вот. И начнем для начала с вот этого оттенка. Он хоть и шоколадный, но он отлично затемнит нам складочку века. Я начну именно чуть-чуть выше складки. Просто буду растушевывать, чтобы создать легкую-легкую дымку. Я возьму вот такую вот кисть, пушистую. Это аналог кисти N-MAC 217. И наберу немного вот этого оттенка. И буду аккуратненько наносить во внешний угол глаза. Нанесем на нижний век. Я буду использовать карандашик от NYX в оттенке Milk. И наносить на внутренний угол глаз немножечко в центр. А затем при помощи какой-либо кисти, например, вот такой, аккуратненько все растушевать. Ну так, распределить немножечко базу. Во внутренний угол глаза нанесу чуть-чуть посветлее. Вот такими вбивающими движениями. Цвет чуток понасыщенней. Важно, если у вас веко, строение века такое же, как у меня, чтобы цвет был именно только на подвижном веке. И больше никуда не заходил. Так, и немножечко добавлю того же бортового цвета во внешний уголок. Теперь давайте нанесем то. Я, если вы заметили, немножечко сейчас пользуюсь автозагаром, поэтому буду использовать тональное средство, которое мне как раз-таки в таких ситуациях подходит. Я буду использовать тон от Catrice, который называется Nude Illusion. У меня оттеночек 015 Nude Vanilla. Я нанесу его сразу на лицо. Конечно же, нам немножко нужно скорректировать нашу область под глазками и немножечко у висков, там, где я наносила макияж. Для этого я буду использовать консилер от MAC. Конечно, консилер отлично перекрывает все синячки, исправляет любой макияж и достаточно долго держится. Но использовать его самостоятельно невозможно. В любом случае, надо закреплять, поскольку он кремовую текстуру имеет и в любое время может скататься, запасть морщинки или, что еще хуже, просто исчезнуть. Нам же этого не нужно, поэтому под глазки нанесу я тени. От Too Faced мне нравится больше, как они выглядят. К тому же, они позволят нам слиться с тональным. Приближаемся к самому интересному. Я сейчас хочу нарисовать стрелочки. Если честно, я это дело вообще забросила. Я в последнее время вообще не рисую стрелки, даже самые маленькие, даже не прорисовываю по ресничный край. Но сейчас мне очень хочется это сделать, потому что как-то сам макияж это просит. Но рисовать стрелки я буду только на внешнем уголке, то есть нарисую такой небольшой уголочек, скажем так, чтобы просто немножечко оформить наши глазки. Уже другое дело. Немножко подкручу реснички при помощи келлера. От накладных ресничек мы, наверное, может быть, сегодня откажемся. Прям-таки не знаю. И хочется, и колется. Тушь Риммель. Тут уже остатки сладкие. В качестве румяна хочется добавить какого-то такого более холодного оттенка, поэтому буду использовать Катрис. Это у меня оттеночек 100 Рос Кутюр. Хотя на лице он все равно приобретает такой более натуральный персиковый оттенок. Ну, не прям персиковый, конечно, такой. Натуральный розы. Мне очень нравится, как выглядит наш матовый макияж. Честно говоря, даже и портить не хочется, но все-таки хочу немножечко добавить подсвечивающего чего-нибудь во внутренний уголок. Я сейчас использую вот эту вот свою палеточку от H&M. Мне кажется, смотрится получше. Так, немножечко, конечно, добавим на кончик носа и на спинку. Розоватый такой оттеночек. На самом деле, он на лице смотрится ну, просто таким, знаете, нейтральным, что ли, хайлайтером. Очень красиво выглядит и красиво сияет. Ну, и в заключение, конечно, немножко оформим наши губки. Я буду использовать для оформления карандаша Cote Artvisage. У меня оттеночек 100... Нет, 121. Он натурально розовый. Я лишь слегка скорректирую свою форму, которая не совсем ровная на моих губах и никакую помаду добавлять не буду. То есть у нас будет практически весь наш макияж такой матовый. Мне кажется, это будет смотреться очень даже неплохо. Вот такой вот у нас в итоге макияж получился. Мне безумно нравится. Линзы, конечно, делают глаза просто нереально большими, такими выразительными и такими, не знаю, очень яркими. Мне очень нравится, но, признаюсь, конечно, очень непривычно выглядит, очень непривычно на себя такое смотреть и такой, конечно, вариант, наверное, не на каждый день, ну, по крайней мере, не для моего каждодневного рабочего дня, но вот для прогулки почему бы нет. Я думаю, очень неплохо смотрятся линзы. Но, признаюсь, в следующий раз я закажу себя все-таки чуть-чуть поменьше. Надеюсь, что вам было не скучно провести эти несколько десятков минут вместе. Надеюсь, что вам понравился этот макияж и надеюсь, что у вас уже тоже весеннее настроение, весеннее обострение. Надеюсь, что у вас в душе все поет, все сияет. У меня, по крайней мере, все именно так и происходит. Если нет, то я с вами делюсь лучиками солнца, посылаю вам лучи добра в ваш прекрасный город. Как всегда, всем желаю удачного дня, хорошего настроения. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok